всем добрый день вас приветствует компания диам сегодня у нас на обзоре наша новинка бензорез он же резчик бензиновый для нарезания швов резки бетона железобетона гранита асфальта металла данная модель можно использовать как вручную так и дополнительно существует тележка на которой можно установить и резать как резчиком швов данный резчик имеет объем двигателя 65 кубических сантиметров это двухтактный двигатель который работает на смеси бензина и масла смесь 50 к 1 мощность двигателя 4 лошадиных силы или 3 киловатта соответственно максимально можно установить на данный бензорез диск 350 миллиметров и при этом вы получите максимальную глубину реза 115 миллиметров данный бензорез имеет следующий органное управление это стандартный пускатель заслонка воздушная кнопка блокировки без которого не сможете нажать дроссель газа кнопка блокировки трассе газа кнопка фиксации ручки газа и сверху кнопка выключения двигателя то есть глушение двигателя это с одной из этой стороны соответственно есть резиновая площадка на которую ставите ногой чтобы заводить чтобы резчик не опрокинулась к произведению дальше увидел видите как его заводить как он работает глушитель кожух которые можно регулировать все-то странно сейчас покажу здесь кожух можно регулировать то есть откручиваются ручкой кожух можно регулировать поворачивать его вокруг своей оси дальше система подвода воды с коннекторами, шланг резиновый, который с двух сторон подает воду при необходимости. Можно работать как с подачей воды, так и без подачи воды. Здесь у нас идет крышка, которая защищает ремень. Если ее снять, то можно отрегулировать ремень при необходимости, если он растянулся или вы новый поставили. То есть внутри идет регулировка ремня. С этой стороны бак для бензина и масла, как я сказал, заливается соотношением 50 к 1. На литр бензина 20 грамм масла. Масло специальное для двух тактных двигателей лучше приобретать. Здесь идет у нас система фильтрации. Так, нажимаем, здесь состоят фильтры. Есть два поролоновых фильтра. Один погрубее, другой потоньше. И дальше идет бумажный фильтр. Он прикручен. И дальше идет сенчатый металлический фильтр. Данные фильтры можно купить дополнительно. Они продаются полным комплектом. Также с этой стороны у нас еще не указал. Есть кнопка фиксации шпинделя. То есть когда вы ставите диск, чтобы закрутить, кнопочку нажимаете, шпиндель фиксируется и не проворачивается. Стандартная фиксация шпинделя. Посадочное отверстие 25,4. То есть диски подходят стандартным дюймовым посадочным отверстием. В комплект также у нас входит инструкция на русском языке. С описанием, как что делать. Идет у нас комбинированный ключ, свечной и шестигранник. Для того, чтобы можно было удобно откручивать крышку для установки ремня. Отверточка маленькая. Может пригодиться для регулировки карбюратора. И еще один дополнительный шестигранный ключ. Вот такая вот у нас новинка. Далее мы вам покажем, как он работает, как его заводить. В принципе, рабочая лошадка достаточно хороший и удачный инструмент. Будут вопросы, задавайте, приобретайте. Мы покажем, как заводится, как пилит. Установили предварительно диск. В комплект диск не входит. Взяли стандартный просто диск по бетону поставили. Соответственно, нужно, чтобы направление вращения проверить. Совпадало. Соответственно, когда вы заводите, диск должен стоять на твердой поверхности. Диск не должен касаться. Желательно, чтобы впереди никого не было. Потому что вы будете заводить, диск будет прокручиваться в первое время. Вот. Значит, показываем, какие тут у нас органы управления. То есть, ручка газа основная, фиксатор ручки газа, заслонка, сам пускатель. И кнопка выключения. То есть, кнопка, которая глушит. То есть, когда заводите, она не нужна. Только, когда останавливаете. И кнопка декомпрессора для запуска в холодную погоду. Покажем сейчас. Первый пуск, это когда резчик холодный. Соответственно, для того, чтобы завести холодный, нужно нажать три кнопки. Кнопка сверху. Это блокирующая кнопка. Мы ее нажимаем. Отводим дроссель. И фиксируем кнопкой фиксаторы дросселя. Дальше, соответственно, ставим ногу вот на эту штучку. Да? Чтобы резчик у нас не клюнул, когда мы заводимся. Держим ручку. Заслонку закрываем. И дергаем ручку. Вот так вот он один раз у вас пыхнет. Это нормально. То есть, он в этом случае не должен запуститься. Он должен сделать вот такой вот звук. Дальше дроссель отпускаем. Заслонку переводим в среднее положение. И заводим. Мы его завели. Соответственно, нужно какое-то время, чтобы прогрелся. И дальше мы нажимаем на дроссель, на газ. Заслонка. 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 Он остановился, обороты пропали, диск остановился И кнопкой выключения нажимаем и держим, когда он заглохнет Резчик заглушили И второй вариант Если резчик у нас уже горячий, не нужно холодный пуск Не нужно фиксировать никакие кнопки То есть мы прикрываем заслонку наполовину Дроссель не трогаем, ничего не трогаем Просто берем и в теплом состоянии, когда он находится Заводим и открываем заслонку И соответственно так же нажимаем, держим и глушим Все, резчик остановился Здесь ременная передача, обгонная муфта Когда вы нажимаете газ, вцепление происходит И начинается вращаться диск Соответственно вы работаете на полных оборотах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok